пишем хорошо стоишь да главное чтобы туда главное не надо принимать джакузи но еще холодная с красным плащом здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life мы продолжаем снимать сегодня про ели с виктором тропченко ландшафтным дизайнером и дендрологом здравствуй витя здравствуй андрей здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы пришли в бериндеев лес здесь стоит два сорта ели сербской это пендуля и брюс среди елей встречается такая форма роста как плакучая форма роста это значит что те или иные ветки иногда даже главный проводник который потом уже отдельно снимут то бишь верхняя тут то есть центральный проводник верши верхушка иногда это делают просто боковые ветки и здесь очень хорошая разница между видна разница между двумя сортами вот смотрите справа от меня сорт пендуля то есть с одной стороны он достаточно с узкой кроной верхушка у него вертикально направлена ветки очень прихотливо извиваются но при этом они явно не они повисают как здесь вот видно со временем но они это не но они все равно устремлены вверх то есть это дерево скорее всего будет иметь достаточно аккуратную форму узкой колонны особенности или сербской это то что у нее нижняя сторона хвоинок сизого цвета поэтому у сорта пендула ветки изгибающийся вверх они регулярно показывают эту вот сизую нижнюю сторону и он выглядит более интересно то есть она не однозначно зеленая неоднозначно голубая как скажем или колючая а достаточно такая игрива загнутая наверх и немножко хаотичная то есть это вариант когда вам нужно что-то узкое высокое но при этом ваш сад скорее природные вам не нужен кипарис который в общем-то в нашей природе нет в принципе слышно эту елочку даже при желании можно нарядить на новый год да такими канделябрами но она достаточно мягкая то есть все-таки игрушек она не удержит игрушки на не удержит хотя да скорее это какой-то вариант дождя и гирлянды 2 сорт кстати игрушки удержит лучше несмотря на еще раз озвучить этот сорт как называется у нас ель сербская пендула ага я помню мы с леной обсуждали сорта елы сербской пендула и пендула брунс она считала что это одно и то же я предполагал что это все-таки разное здесь есть отдельно сорт брунс и есть отдельно сорт пендула по крайней мере не так шли из питомника и совершенно видно что они абсолютно разные и совершенно разного габитуса вторая елка я попрошу оператора поднять камеру если можно на верхушку отличается тем что ее проводник он не вертикальный он принципе тоже растет вверх этим он отличается от еле обыкновенной инверса но он это делает более извиваясь то есть вот это вот елка это елка для бериндеева леса посадки таких елок если больше одной штуки это выглядит совершенно фантастическим сказочным лесом из привидений он действительно очень интересен в тумане это вот просто совершенно сказочная картина но может кого-то пугать наличными это с эстетической точки зрения нравится даже очень когда я очень много видел восторгов и тоже и бондаревой да они же не обожают они они как будто вот сейчас возьмут вытащить свои корни из земли пойдут гулять потому что здесь и ствол такой вот кривой видно что он не очень ровный вот я чуть-чуть подвину и если вы ее даже не будете подвязывать она все равно будет идти расти вверх но этот вверх но этот рост будет направляться в сторону если это скорее всего пойдет вертикально вверх то есть просто пендула она просто будет высокой узкой елкой но интересны но прямой то это скорее всего будет изгибаться и по высоте конечно сорт брунс будет меньше вот так же мы сейчас перейдем к еле инверса это сорт или обыкновенная тоже покажу какая она бывает она уже больше вот на брунса как раз похоже она не похоже не на брунса не на пендулю потому что у нее мягкая верхушка и здесь как раз приехали экземпляры у которых эту верхушку не подвязывали они приняли совершенно иную форму давайте мы сейчас посмотрим оказывается не всем плохучие ели одинаково выглядят они очень разные это очень разные мутации и это зависит от того насколько твердый центральный проводник насколько он стремлен ввысь или он все-таки гуляют или он вообще не держится если его не привязывать к палке прекрасно давай посмотрим на инверсу давай итак мы пришли к замечательной елки которые не просто инверса или обыкновенная инверса это сорт нашей обычной лесной елки у которой очень мягкие очень гибкие проводники вот здесь как раз экземпляр у которого этот проводник не подвязывали точнее видимо его подвязывали до определенного этапа пока он достиг высоты где-то сто двадцать сантиметров после чего его отпустили и вот он стал так расти вниз такие елки конечно очень эффектные на краю подпорной стенки то есть когда у вас есть подпорная стенка ее можно совершенно спокойно посадить и она спустится да 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 на много метров но конечно важно следить чтобы она все-таки не перевесила ну вот нам очень важно как раз знать что делать с такими деревьями в ландшафте потому что они конечно красивые люди как бы глазами то любят а потом в сад приносят а куда деть понимаешь она будет закрывать это это она будет уже стелиться то есть если вы не обрубите допустим вот здесь и чтобы получить это более вертикально растущие если вы покупаете и за то что она вот такая то ей нужно дать место для роста как правило ее лучше сажать на склоне либо склон либо край подпорной стенки но не слишком близко краю то есть чтобы хотя бы корневая система ели обыкновенной как считается переносит морозы может погибать при морозах ниже минус 23 градусов поэтому совсем до корневые системы растений всегда более чувствительны к низким температурам чем крона если говорить о деревьях и кустарниках то здесь надо просто вот посадить его где-то на расстоянии полуметра может быть больше даже может быть метра от края стенки чтобы край кома был и она спокойно будет стелиться лежать на земле и дальше пойдет вниз либо это просто небольшое какое-то возвышение и это будет выглядеть даже как почему покровный можжевельник да она будет лежать да она будет лежать на земле если посмотреть если вы поищите фотографии плакучих елей в европейских и американских арборетумах то часто некоторые сорта которые вообще очень гибкие они просто лежат по распластавшись высотой 20-30 сантиметров вот это куча его лапника лежит и собственно говоря и все конечно надо бери надо сделать так что там было минимум сорняков потому что ну иначе она будет лысеть касаюсь она и так будет немножко поэтому я бы ее посадил на край подпорной стене то есть если у вас есть подпорная стенка причем высотой может быть три метра полуметровую мне кажется бессмысленно потому что она все равно свалится метр-два то есть закроет очень быстро она достаточно быстро растет тут видно что я не знаю видно тут видно годовые приросты вот этот проводник получается но сантиметров 20-25 это довольно быстро довольно прилично вот скажи кстати вот когда сказал что если вы не хотите обрезать они что можно еще и обрезать я не Но ее не нужно обрезать. Допустим, смотри, если у нас что-то сломается, что будет с формированием елок на штамме с шариками? Там все понятно. Как с такими елочками быть вообще в плане обрезки? Они требуют вообще какой-то формирования. Если что-то отломалось, если что-то растет не в ту сторону. Конечно, их можно обрезать. Конечно, можно. Как по правилам обрезки это нужно будет сделать. В этой части аккуратно. Вы уже снимали ролик. Да, понимаешь, не с инверсами. А это без разницы. Потому что если у нее, например, будет в целости и сохранности вот эта ветвь. То она будет центральным проводником. То она может быть центральным проводником. Обратите внимание, ее годовой прирост сейчас даже больше, чем у этого проводника. Поэтому потенциально вы можете ее перенаправить на вот эту ветку. Даже просто подвязав ее к какой-то палке. Скорее всего, через какое-то время она может принять на себя роль центрального проводника. Особенно если здесь будет повреждение. Ну, то есть можно с ней как-то поиграться. Да, здесь можно. Ели не образуют спящих почек в древесине старше трех лет, насколько я знаю. Да, вот это прекрасно, кстати. То есть я вот это вот не знал. Да. И по этой причине просто ее вот так обрезать на палку, да, ну, то есть ту и очень можно сильно укорачивать. Ели нужно быть осторожным. Она будет плохо восстанавливаться. Вот. И это касается и сербской, и бруса. Да, это касается вообще семейства сосновых. Ель, сосна. Я хотел еще спросить. Вот я ее тут неоднократно уже трогал. Я удивился, что несмотря на то, что это сорт ели колючий. Нет, сорт ели обыкновенный. Сорт ели обыкновенный. И поэтому она такая не колючая. Да. У нее хвоя очень похожа чем-то даже на пихту, потому что она достаточно мягкая. Ей практически невозможно уколоться. Это наша обычная елка, как в лесу. Ну, она просто мягкая. Ну, да. Наша обычная елка тоже не безумно колючая. Вот у бруса колючий был. Я его там несколько раз щупал, вот который чупачился. Так это же сорт ели колючий. Причем обратите внимание, вот хвоя ели обыкновенная, она со всех сторон равномерно зеленая. То есть это довольно легко отличить ее от ели сербской и других видов. Соответственно, у ели колючая, ну, точнее, это сизая форма. Это форма сизая. Все-таки видовая ель колючая, она более зеленая. Это тоже отбор. Ой, ну это сейчас сложно разобраться в ботанике. А вот что у нас задействует? Нам в потребительских свойствах разобраться бы, Виктор. А у нас здесь стоит... А, у нас стоит пихта, да? Да, пихта. А пихтом мы вернемся в отдельном разговоре. Давай сейчас не будем всех запутывать одновременно еще и пихтами, потому что хвойных слишком много, да, и очень легко запутаться. Не все сразу отличают елку от пихты. Тем более, они, видишь... Тем более, что раньше они были одним родом, да. Стали крайне, да, похожи. И нескольчено, что систематически их снова сольют. Да, я предлагаю нам, Витя, снять с тобой еще один ролик, потому что к нам пришло два замечательных тиса. Вот, и поскольку ты нам их нахваливал, я хочу, чтобы нам посмотрели на них и чуть подробнее про них поговорили. Спасибо за внимание. Да, спасибо за внимание. Смотрите канал Европлант Лайф. Смотрите в описании к ролику на ссылку на прайс, где вы можете посмотреть растения с линейкой, увидеть их настоящие размеры и ценник. А мы с вами не прощаемся. И смотрите на следующий ролик про тисы. Всего доброго. Мы нашли еще одну елку, плакучую. И чтобы показать пример, еще одной формы. В данном случае это ель колючая глаука, но форма пендула, то есть плакучая. И ее плакучесть, она тоже неоднозначно плакучая. Она здесь делает вот такой вот финт стволом. В общем, достаточно жесткая. Да, да. Она опять же достаточно... То есть с одной стороны она растет вверх. Но с другой стороны вот этот узел, я не знаю, как он будет виден на видео, вот это линия лидера. Вот, пожалуйста. Вот, 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 вот так. Опять же, есть некоторые сорта елей, которые умеют связываться почти узлами. Особенно этим отличается ель колючая лаки страйк, она же ель обыкновенная ломбардси. Но здесь так себя повела ель колючая глаука пендула. То есть тоже видно, что ее побеги в конечном итоге, ее лапы в конечном итоге немножко повисают. То есть они тоже пытаются расти вверх, вот как здесь видно. Но если бы ты мне не сказал, что это сортовые признаки, я, честно говоря, подумал, какая-то бракованная, залежавшаяся, кривая, уродливая елка. Я думаю, что если бы я на ней не увидел бы этикетки, я был бы уверен, что это какой-то сорт ели колючей, но, конечно, не знал, какой сорт. И самое интересное, это вот сравнивать этикетированные растения, надеюсь, правильно этикетированные, друг с другом. Потому что отличие сортов часто становится понятны, только когда вы видите рядом два разных растения, в частности. Ну вот да, в чем мы убедились. Да, 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 да. Причем вот здесь они стоят, сзади как раз эти брюнсы плакучие, здесь вот плакучая ель колючая. Вот, кстати, вам вариант вполне, ну, немножко необычный, немножко такой шокирующей, сенсационной посадки и сделать бериндеев лес из разных форм плакучих елей. Ну, это уже солитером не посадишь такое. Нет, почему? Она уже требует, мне кажется, какой-то поддержки. Она может быть солитером. Конечно, она может быть солитером. Она очень графичная. Игрушки на нее на Новый год не повесишь. Да почему? Ну, потому что она... Попробуйте ее отогнуть. Вот, вот я гну, уже хрустит. Нет, я к тому, что она просто не будет красивой новогодней елочки. Она по своему, как бы, габитусу... Красота в глазах смотрящего, если вам нравится эстетика, скажем... Эстетика бериндеевого леса, я уже понял, да? Да, да, да. А те, кто не знает, что такое бериндеев лес, пусть погуглят, называется. А мы просто найдем какую-нибудь фотографию, где я видел фотографию, где группы таких еле растут в тумане. Это вот выглядит ровно так, что можно снимать... Вот там-то они себя и показывают во всей красе. Да, да, конечно, лучше их сажать несколько. Я бы посадил штуки три, чтобы они спокойно росли. К тисам. Да, это был полскриптум. Всего доброго. Мы идем дальше. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!